Это 288%, фактически 300. Биткоин пробил отметку в 9000 долларов и сейчас торгуется выше 200-дневной скользящей. Я бы определенно не пожалел бы лайк биткоину за это. Спасибо, кстати, ребята, за то, что поддерживаете мои видеоролики лайками, мне очень приятно, правда. Очевидно, сегодня мы поговорим о цене биткоина, сможет ли он удержать этот уровень. Я покажу вам, почему биткоин потенциально может вырасти на 288% в ближайшее время. И как биткоин может повторить судьбу лайткоина. Поговорим о майнинге, некоторых других индикаторах, а также заденем тему банков, которые на фоне роста главной криптовалюты начинают огрызаться. Биткоин слишком волатилен, чтобы быть средством сбережения, заявил Deutsche Bank. В оригинальном тексте это звучит более токсично. Биткоин слишком волатилен, чтобы быть надежным средством сбережения. Мне стало интересно, и я решил посмотреть на график курса их акций. И кто же у нас тут надежное средство сбережения, Deutsche Bank? Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск на моем канале. Перед вами дневной график биткоина, на котором есть два интересных момента, на которые вам стоит обратить свое внимание. Во-первых, биткоин не только торгуется выше двухсотневной скользящей, но также и выше этого нисходящего канала, в котором он находился с 25 июня прошлого года. Дело в том, что до тех пор, пока биткоин не закрепит этот результат, я не буду на все 100% уверенным, что цена не сможет вернуться в этот канал. Поэтому нам обязательно нужно не упасть ниже его верхней границы, для того, чтобы сигнал оставался бычим. Однако, если этого не случится, я все равно очень доволен такими движениями биткоина. Ведь, чем он дальше от цены в 3600 долларов, тем я веселее и настроение мое выше. Кроме того, для дальнейшего роста биткоину нужно преодолеть крайний локальный пик, что, к сожалению, пока не удалось. Поэтому, пока биткоин не преодолеет его, моя уверенность неполная. Вы должны также помнить, что вот такое круглое дно обычно говорит нам о том, что давление продавцов на рынок уменьшается, что также является позитивным сигналом. И мы видели уже таких примеров немало. Самым ярким примером такого являлось падение биткоина 6000 до 3000 долларов. Тогда тоже формировалось такое же круглое дно, после которого мы наблюдали рост. Также, если мы изучим настроение трейдеров, то поймем, что сейчас, в отличие от того, что было пару месяцев назад, люди более позитивные по отношению к цене биткоина. И даже когда цена биткоина начинает падать, люди реагируют на эти падения не так агрессивно, как раньше. Халвинг уже на носу. Нововведения, призванные сделать биткоин значительно быстрее также. Я говорю сейчас в том числе и о новых протоколах майнинга для биткоина, известных как Stratum. Но это тема для отдельного видео, которое я хотел сделать, но до сих пор не сделал. В общем, все выглядит очень позитивно, не так ли? Конечно же, есть люди, которые до сих пор убеждены в падении. Мы все еще не достигли новых исторических пиков, а откат от крайнего такого пика до сих пор составляет более 50%. И если вы такой же пессимист, я предлагаю посмотреть вам на обратную сторону медали. Ведь с последнего минимума в 3000 долларов биткоин вырос на 194%. Разве это не называется бычьим рынком, в котором мы находимся фактически с 13 декабря 2018 года? Да, можно говорить о локальных медвежьих движениях, но если мы просто делим рынок на бычий и медвежий, то я уверен, мы давно находимся в растущей тенденции. И навряд ли когда-нибудь мы увидим курс ниже 3150 долларов за биткоин. Это мое личное мнение. Если мы смотрим на месячный BLX индекс для биткоина, то мы видим, что все идет по плану. Да, сейчас мы находимся в этой стадии накопления, но таких стадий мы видели уже более чем достаточно. Поэтому переживать о падениях цены нет никакого смысла. Разве вы не хотите взять биткоин подешевле? Кстати, заметьте, как цена отрабатывает нижнюю границу глобального канала. И халвинг уже совсем рядом. Хочу показать вам интересное наблюдение, сделанное Олесе Растани. Это диаграмма того, как обычно себя ведет биткоин от января до июля. А заметьте, что февраль обычно является самым сильным месяцем этого периода. В среднем февраль выглядит позитивным месяцем. Грустно, что размер выборки невелик, включает данные лишь за 6 лет, а сезонность это только один из факторов, которые мы учитываем при прогнозах. Но тем не менее, Олесео абсолютно прав в том, что у нас крайне мало данных, ведь биткоин достаточно молодой актив. Неудивительно, что люди часто поддают критике анализы BLX, ведь у нас было только два похожих цикла и два халвинга перед этим. Но согласитесь, что оба предыдущих цикла очень похожи между собой и очень похожи на цикл, в котором мы находимся прямо сейчас. Мы также можем наблюдать вот такой прекрасный отрывок между свечами на графике фьючерсов в CME. Это явление называется GAP. И мы вполне можем вернуться вниз, чтобы закрыть его. Это диапазон в районе 8500 долларов. Здесь можно расставить ордера, так, на всякий случай. Тем не менее, мы видим большую покупательную силу на рынке, каждый раз после просадки цены покупатели очень активны. Поэтому я смело могу утверждать, что структура рынка поменялась. И круглое дно можно считать еще одним индикатором этого. Биткоин слишком волатилен, чтобы быть надежным средством сбережения. Я бы прокомментировал это следующим образом. О нет, как же страшно. Настало время сливать биткоины, давайте все будем продавать битки. Как бы не так. Дойче Банк, это что, шутка такая? Биткоин – ненадежное средство сбережения? Это акции Дойче Банк. Прямо перед вами. График цены акций банка, который говорит, что биткоин ненадежен. Кристиан Шивинг, управляющий Дойче Банк. Вы вообще понимаете, о чем говорите? Вы вообще понимаете, что такое биткоин? Давайте просто расставим диапазон изменения цены от вершины до низа. Минус 95%. Вау! Это выглядит как щиткоин какой-то, а не акции банка. И эти люди говорят о том, что биткоин слишком волатилен, чтобы быть надежным средством сбережения. Конечно, биткоин волатилен, но биткоин до сих пор молод. При таком возрасте его волатильность оправдана, это как у подростков, которые остепеняются только к 30 годам. А сколько лет Дойче Банку? Ну и сравните графики биткоина и Дойче Банка. Возникает вопрос, а точно ли биткоин ненадежное средство сбережения? Тут даже спорить не о чем. Это недельный график биткоина. Я хочу поговорить с вами об этом, потому что это очень важно. Цена теперь действует выше этой среднескользящей, что фактически является подтверждением выхода цены из этого 7-месячного падающего клина. Также у нас есть бычье пересечение на МакДи. Это сигнал на покупку, также на дневном графике биткоина. Давайте посмотрим, что случилось в прошлый раз, когда был точно такой же сигнал. Вы можете видеть его вот здесь, в 2019-м. Бычье пересечение на МакДи. Биткоин торговался около 3600 долларов. После пересечения МакДи мы видели огромное движение вверх, до 14000 долларов с 3600. И вот опять. Бычье пересечение на МакДи. Сигнал на покупку биткоина. Важно понимать, что это не значит, что будет моментальный резкий рост. Но посмотрите, после этого МакДи пересечения вначале мы видели медленный и спокойный рост. Поэтому это возможно будет происходить и теперь. Медленный и спокойный рост. Ребята, рост с 3600 долларов до 14000 это 288%. Фактически 300. Исходя из повторения сигналов, автор предполагает, что мы находимся рядом с таким же потенциальным ростом. А что, было бы неплохо. Далее я бы хотел вам показать график лайткоина. Желтой вертикальной линией я обозначил день, в который происходил халвинг лайткоина. Прошу вас заметить схожесть ситуации. Круглое дно, преодоление предыдущего пика, рост до халвинга и падение после. Есть вероятность, что биткоин повторит такой же сценарий. До своего халвинга и после него. Glassnode в твиттере рассказывает о таком индикаторе, как Pure Multiple. Этот индикатор учитывает предложения в экономике биткоина и помогает измерять рыночные циклы биткоина с точки зрения прибыльности майнинга и с точки зрения продавцов. Поскольку майнеры должны покрывать свои расходы на крайне нестабильном волатильном рынке, их доход может повлиять на цену биткоина в долларах США. Pure Multiple это соотношение количества выпущенных монет биткоина в долларах и его годовой средний скользящий. С помощью этого можно определить время, когда биткоин переоценен и недооценен. Мы видим серую линию графика биткоина в долларах сверху и индикатор Pure Multiple внизу. Как мы видим вот здесь, когда биткоин упал с 6 до 3000 долларов, индикатор находился на самых нижних точках. Что означает, что продавать в этой точке было совершенно неприемлемо и невыгодно для майнеров. А вот здесь на пике было хорошее время для продажи. Сейчас же этот индикатор находится совсем невысоко, что означает, что для биткоина есть много пространства для роста. Даже после такого забега до 9000 долларов. Это очень хороший сигнал, ребята. Биткоин очень радует, но не радует события, которые в некоторой степени провоцируют его рост. Военные конфликты, гиперинфляция, смертельные вирусы. В таком мире мы живем и в наших силах только попытаться сделать его лучше. И судя по всему, биткоин это один из наших исконных инструментов в достижении этой цели. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok